Дальше у нас еще более интересные вещи. Это вопрос о симуляции или проблема симуляции. Это будет наш следующий парад. Я сейчас еще немножко буду следовать логике Мишеля Фуко и скажу, сформулирую тоже интересную его идею. Проблема симуляции. Смотрите. Если фактически отношения между психиатрией и безумием, как они сложились, они исключали вопрос об истине, я не переубеждаю, а пересиливаю, то, Фуко говорит, безумие рано или поздно должно было поставить перед психиатрией вопрос о лжи. Безумие должно было поставить перед психиатрией вопрос о лжи. Разникает проблема симуляции. И я сейчас поясню, что здесь имеется в виду. Сколько вы можете указать? Проблема истерии. Проблема истерии. Дело в том, что на протяжении 19 века и особенности к концу 19 века по каким-то причинам разные клиники не столько психиатрические, даже сколько клиники хирургические, неврологические, терапевтические, стали заполонять истерички. То есть это были в основном женщины или практически только женщины. Так что даже вопрос о том, бывает ли мужская истерия, так серьезно дискутировался, и потом в конце концов поняли, что тоже бывает, но это уже было позже. Вот это были в основном женщины. Тоже по ряду разных причин. Вот они и стали заполонять различные клиники. А в особенности много их стало под конец 19 века. Собственно говоря, проблема истерии стала, наверное, одной из ключевых проблем медицины конца 19 века и психологии, соответственно, тоже конца 19 века. Проблема симуляции, проблема истерии. Что такое истерия? Ну, вы наверняка слышали об этом. Я в двух словах скажу, о чем здесь идет речь. Речь идет о том, что у пациенток отмечались различные симптомы, которые напоминают нам симптоматику каких-то других болезней. Ну, например, болезней сердца или неврологических болезней, что часто очень бывает, или каких-то болезней, например, пищеварительной системы. Напоминают нам симптоматику других болезней, но, если мы начинаем разбираться, то мы, строго говоря, никаких телесных причин для того, чтобы была эта симптоматика, не видим. Например, женщина жалуется на паралич, на то, что у нее парализована рука, допустим, или надо. Мы ее обследуем, и никаких причин для того, чтобы... Неврологических причин для того, чтобы был паралич, мы там не находим. И на самом деле у нас возникает очень серьезный тогда вопрос. То ли она симулирует, то ли она действительно больна, но тогда чем она больна? Ну, мы-то с вами сейчас как бы знаем, что истерия – это одна из форм психического заболевания, характеризующихся такими-то признаками. Мы можем описывать какие-то психологические механизмы истерии, вот этой самой конверсии. Конверсии – это превращение психологического конфликта какого-то в телесный симптом. Мы сейчас можем об этом рассуждать, но тогда, в XIX веке, не было еще ни психоанализа, не было еще никаких других теорий сознания, психики, которые есть сейчас. И действительно, вопрос был очень серьезный. Истерички – это симулятки или нет? Проблема истерии, проблема симуляции. Я приведу какие-то примеры для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, допустим, парализованная женщина лежит в каком-то отделении или неврологическом, или хирургическом, но не может она ходить, но не может она двигаться, но никак, что ты с ней не делай, да? И действительно, в таких случаях иногда врачи, понимая, что это истерия, разыгрывали спектакль, например, пожар. И вот она выбегает оттуда. Выбегает на улицу. Все у нее. Еще прихватила свои драгоценности обязательно, да? Или что-то там у нее было. Выбегает. А дальше все, опять ничто ей не грозит, и опять ложится про визот. Или, например, женщина перенесла удар по голове, например, справа, да? И после этого у нее отнимается правая рука, а где правая нога. Ну, понятно, да? Что женщина не знает, что должна отниматься левая в таких случаях руками. Вот. Но так отнимается же все равно. Истерическая слепота, истерическая потеря речи, параличи, истерические какие-то расстройства кишечника, каких-то других систем, да? Все это то, что вот таким пышным цветом зацвело в 19 веке. Проблема истерии стала одной из ключевых проблем медицины и психологии. И вот по этому поводу возникли два в науке, в медицине, два противоположных лагеря. Одни исследователи считали, что истерия это симуляция. И пример, самый яркий исследователь, врач, знаменитый врач-неграбористов, который считал, что истерия это симуляция, это Мейнер, австрийский невролог, знаменитый Мейнер. У него, кстати говоря, проходил, не знаю, как это можно назвать, стажировку Фрейда. Мейнер, истерия это симуляция. Противоположный лагерь француз, Жан-Мартин или Мартен Шарко. Шарко. Истерия это болезнь. это психическая водитель. И у него, у Шарко, тоже Фрейд проходил стажировку. Фрейду повесло. в этом смысле. Вот два противоположных лагеря. На самом деле, сейчас я бы хотел вас немножко воодушевить, я хотел бы зачитать вам фрагмент пьесы Сартра под названием Фрейд. Пьеса о Фрейде и в этой пьесе как раз Сартра очень красиво обыгрывает отношения истерии Мейнер. И здесь появляется знаменитый эпизод с булавкой. Вы позже поймете, что это такое, о чем идет речь. Так вот, обыгрывается или описывается эпизод, когда в клинику поступила старуха, парализованная, да к тому же еще и слепая, но по всей видимости она истеричка, поскольку ее не берут в какие-то отделения, отказываются врачи ее брать. А действительно Мейнер запрещал своим подчиненным вообще помещать в себе в клинику, в свое отделение помещать истеричек, потому что других больных полно, незачем тратить время на этих симулянтах. И вот старуху санитары несчастные носят на носилках из отделения в отделение, ее нигде не принимают и наконец ее все-таки поместили в одно из отделений туда, где через некоторое время должен начаться как раз обход Мейнер. При том, что поместили ее туда по согласию Фрейда. Фрейд, будучи в этой же клинике, сказал, ладно, помещайте ее туда, я сам разберусь. Согласно Сартру, это происходит, естественно, это художественное произведение, тем не менее, достаточно хорошо демонстрирующее нам суть правления. И вот дальше я зачитаю некоторые фрагменты из этой пьесы. Запущенный коридор, стены в трещинах, кое-где вздулась и отслоилась краска, с потолка местами осыпалась штукатурка, окон мало светает, перед дверью столпились студенты, сюртуки, цилиндры, практиканты и врачи, что живут при больнице в халатах, почти все носят бороду, средний возраст от 25 до 30 лет, оживленные голоса, на закрытой двери табличка неврология отделения профессора Мейнерта и объявления лекции профессора Мейнерта проходят в понедельник, среду, четверг и субботу начало в 7.15. Ценитары, несущие старуху истеричку, появляются в коридоре, шатаясь от усталости студенты прижимаются к стене, пропуская их. Ну, дальше санитары помещают старуху куда надо, дверь закрывается, в это мгновение в другом конце коридора появляется профессор Мейнерта, ему около 50, студенты умолкают, повторяется почтительная тишина. Выглядит Мейнерт очень маложарно, прекрасное, но изможденное лицо, оплатистая рыжая борода, стройная и гибкая фигура, хотя Мейнерт едва заметно прихрамывает. Он в цилиндре черных перчатках в сюртуке, носит высокий стоящий воротничок, манишку с галстуком, яркий жилет, он слегка опирается на трость с круглым напалдашником. Студенты застыли в вежливых позах, те, кто был в шляпе, обнажили голову. Мейнерт, господа, прошу заходить. Ну и начинается отход. Польная. Здравствуйте, господин Кофес. Кстати говоря, вы поняли, что может быть доктор Хаус, утверждающий, что все лгуты. Хотя сами, я не думаю, что сами создатели сериала до конца понимали это, поскольку они его связывали с Шеллоком Холмсом, но может быть логичнее искать его прототип, например, вот в этом Мейнерте, с хромой ногой, с тростью и с утверждением, что истеричка лжут. А она действительно с его точки зрения лжут. Итак, больная. Здравствуйте, господин профессор. Мейнерд. Так. Это разговор с другой больной, я сейчас пропускаю. Мейнерд, новенькая, первая санитара, она из пихиатрического отделения, Мейнерд, властным, неприятным тоном. Ну и что, что ей здесь нужно? Унесите ее. Сколько раз я говорил, каждый больной должен быть там, где положено. У нас и так не хватает коек. Первый санитар, жалостливо, Дэвид Мейнерд, испеклия его взглядом. Ну что еще? Первый санитар. Доктор Мангейм не принимает ее. Почему? Первый санитар. Он говорит, что она и истер, Мейнерд меняет его лицо, он поплеснял от язды, глаза его тверкают, истеричка, ей здесь не место. Старуха хнычет, я слепая. Мейнерд, зрение проверяли? Первый санитар, да, у нее ничего не нашли. Старуха с тревогой, я слепая. Студенты перешептываются, Мейнерд, вы лжете, милушка моя, притворяетесь. Зрение у вас такое же, как у всех нас, а вы вынуждаете меня зря тратить время. Старуха, я слепая, у меня нога отнялась. По оставшуюся открытой дверь входит Фрейн и спешит подойти поближе к Мейнерду. На лице у него пятно сажек, он какие-то сжигал бумаги у себя в комнате, руки еще черные от копоти. В тот момент, когда он подходит к группе студентов, которые расступаются, чтобы дать ему место Мейнерд, оборачиваются к старшей сиделке. Какой идиот поместил ее в мое отделение? Сиделка, боясь ответить, смотрит на Мейнерда, переводит взгляд на Фрейда, который наконец-то пробился к профессору, вид у него мрачный, и он отлично последние слова Мейнерда. Фрейд отвечает не визероний, но очень визероний. Этот идиот я, профессор. Мейнерд, смутившись, посмотрел на Фрейда, потом громко расслаблялся. Дружески. Я должен был сам догадаться. Извините, Фрейд, я сказал не то, что думал. Постепенно его снова охватывает гнев, но внешне он пытается совладать собой. Я никогда не пойму, почему вас интересуют истерички резким тоном. Вам же отлично известно, что все они притворяются. Фрейд держится вежливо, но упрямо говорит с глубоким уважением. Я ничего не знаю, профессор, мне еще ничего не известно. Мейнерд. Вы знаете об этом, потому что я вам это говорю. Обращается подавленным санитаром. Унесите ее, первый санитар. Куда? Меня это не касается. Повернувшись к испуганным студентам, указывает на койку в конце палаты. Пойдем взглянем на мою параличную. Группа трогается с места. Дальше. И тут раздаются пронзительные крики. Студенты оборачиваются, Мейнерд с Фрейдом тоже, слепая старуха сцепилась с двумя санитарами. Она кричит, резко дергается, вырывает пастыни и выпячивает живот. Ее ноги сводят судороги. Мейнерд внезапно принимает решение. Властным резким тоном. Господа, сегодня я прочту вам небольшую лекцию об истерии. Обращаюсь к санитарам. Отпустите ее. Психиатры различают два вида психических заболеваний. Психозы и неврозы. Психозы наиболее серьезные болезни. Они характеризуются глубокими нарушениями, затрагивающими личность больных и их ощущение действительности. Причину психозов надлежит искать мозговых центров. Неврозы же затрагивают только чувства подобной невростынии или неврозы тревоги. И поведение больных подобно неврозам навязчивости. Что касается истерии, показывает тростину старухи, которая продолжает трястись. Превосходнейший пример, который вы наблюдаете, тот тщетно пытались причислить ее к одной или другой из этих категорий. На самом деле этой мнимой болезни не существует. Невроз навязчивости заключается в том, что больной становится отержим. При невростынии больной действительно встревожен. При истерии все фальшиво, все ложь. Протянув трость, он слегка касается ног больной старухи. Парализованная нога и где же она? Студенты смеются, старуха продолжает дергаться, каждый ее жест имеет свой смысл. Страх, протест, жалость, мольба и так далее. Эпилепрический припадок, припадок, похожий на эпилепсию, он смеется. При эпилепсии трясутся все члены тела. При эпилепсии отключаются быстрые клонические судороги. Имитируют рукой в перчатке клонические судороги. Ну а где здесь эти судороги? Где они? Вы видите плохую актрису, все движения которой притворны. Он едва уловимо передразливает жесты старухи. Студенты улыбаясь смотрят то на Мейнерта, то на больную старуху. Жесты Мейнерта слегка обостряются, словно он вот-вот утратит контроль над собственными движениями. Он замечает это и вовремя останавливается. Санитар. Держите ее. Нет, поднимите только голову. Студенту дайте спичку. Один студент роется в кармане и с почти лакейской подпешности протягивает Мейнерта спичку. Тот кладет трость на соседнюю койку, медленно стягивает перчатки. Студенту зажигайте. Студент чиркает спичкой. Что вы наблюдаете? Мейнерт спрашивает тоном профессора, читающего лекцию. Глаза в старухе при вспышке. Зрачки у нее сужаются. А студент. Зрачки у нее сузились зрачки. Мейнер. Неужто вы полагаете, что у слепого в хором? Нет. Мейнер. Причина есть на. Хватит полять дурака. Старая. Мы никуда не пойдем. Старуха постепенно успокаивается. Она больше не шевелится, но ее левая нога, словно оцепеневшая, опять застыла в паралитической контрактуре. Мейнер торжествующий. Ну что, Фрейд? Теперь вы убедились, что она симулятор? Симулятор. Фрейд в нерешительность. Все взгляды устремлены на него. Он разрывается между яростью и ровностью. Фрейд наконец-то спрашивает голосом, по-прежнему уважительным, но в котором едва уловинка нет. Профессор, может быть, разрешите мне попробовать? Вчера я сам осмотрел больного в психиатрическом отделении. Фрейд подходит к студенту, у которого в галстуке золотая булавка, с улыбкой отстегивает ее. Извините. Фрейд подходит к маленькому столику, расположенному между двумя рядами кодек на столике. Горящая спиртовка, на ней кипит ванночка для стерилизации инструментов. Он снимает ванночку, подогревает кончик булавки в пламени, чтобы стерилизовать ее. Мейнерт и студенты с любопытством смотрят на Фрейда. Мейнерт хмурит брови. С нагретой булавкой Фрейд подходит к больной. Фрейд говорит, или слышно, вкрачиваем голосом, фрау, фрау, вы останетесь здесь. Я уверен, что профессор Мейн разрешит вам остаться. Больная несколько расслабляется, глаза у нее широко раскрыты, но по-прежнему неподвижны. Наблюдайте за ее лицом. Фрейд берется ступню кролизованную ногу, приподнимает ее. В это мгновение всем телом, лицо у нее ничего не выражает. Мейнерт. Вот вам лишнее догадательство. При настоящем провеличе нам не удастся приподнять тело больного поднять кролизованный локон. Фрейд. Разумеется, профессор. Фрейд втыкает в игру больной булавку студента. Сначала очень легко, потом глубже, кончая тем, что полностью вгоняет булавку в игру и отпускает ее. Лицо больной остается совершенно спокойным. Тело ее неподвижно. Никакой реакции. Он вытаскивает булавку, опускает ногу больной на халат, подходит к столику притирает тряпочкой булавку. Она ничего не чувствует. Анестезия конечности, которую она считает, парализованной. Он снова стерилизует булавку, ставит ванночку на огонь и отдает булавку студенту. Тут с недоумением разглядывает ее и вместо того, чтобы заколоть ее в галстик, жестом отвращения прикалывает ее к сердцу. Все смотрят на Мейнерт, которому удалось сдержаться и даже улыбнуться. Мейнерт словно хороший актер. Браво, Фрейд, студентам. Этот опыт доказывает, что у больной наблюдается легкая гемианестезия, весьма вероятно являющаяся следствием нарушения коронарного кровообращения. Берет перчатку и тросит с кровати, куда он их положил. Вот в чем истинно скромная, истинно, господа. Эта старуха не парализована, не слепа. Ее истинная болезнь. Ложь, как я вам только что показал. Пусть остается здесь, я осмотрю ее. Пойдем осмотрим параличную. Вот. Ну, это фрагмент, как я сказал, пьесы Сартра. Смотрите, какая штука. Ведь Фрейд действительно продемонстрировал в этом эпизоде то, что у больной наблюдается потеря чувствительности. То есть, она действительно может не чувствовать ничего в той ноге, боли не чувствовать, которую она считает парализованной. И забегая вперед, я же могу сказать, что вот если мы уже переходим к каким-то другим, более современным данным, то мы же можем, вызывая диссоциацию, вводя человека в транс, вызывая диссоциацию, сделать так, чтобы человек не чувствовал руку или ногу, чтобы он не испытывал боли. Мы можем даже операцию провести хирургическую таким путем. Хотя это сложно и может быть не на всех получится, но тем не менее такие же случаи есть. Стало быть, боли то человек действительно может не чувствовать. то есть по идее фрейдовский пример с булавкой демонстрирует нам, что истерия вроде как настоящая болезнь, как некое состояние, с которым нужно считаться. Это не симуляция, не ложь. однако, как вы поняли, Мейнер это не убедил, он решил, что там наверняка есть какие-то органические причины для этой анестезии, нарушения коронарного кровообращения или что-то в этом роде, неважно. Вот. Смысл, я повторю, заключается для нас пока в том, что возникли два лагеря, два противоположных лагеря. И Мейнер-то я вам продемонстрировал, что касается противоположного лагеря, то это тоже знаменитый человек, Шарко, со своими дрессированными истеричками, так действительно говорили о нем Шарко и его дрессированные истерички, он же публичные лекции читал, на которых выступали эти дрессированные истерички, что они там делали? Шарко, это парижская клиника как раз с Альпетрием, что они там делали? Ну, например, на лекции Шарко демонстрирует пациентку, у которой парализована правая рука. Он, вводя ее в состояние транса, внушает ей, что у нее парализована не правая рука, а левая рука. И она спокойно двигает одной рукой, но уже не двигает другой. Симптоматика меняется. Он демонстрирует то, что фактически с истеричками можно делать все, что угодно. Заставить их быть парализованными, не быть парализованными, можно и каталептический мостик показать между двумя стульями и проседать не будешь. Все это демонстрируется, показывается на лекциях. лекции привлекают огромное внимание со стороны общественности. И Фред туда приезжает, смотрит эти лекции, сидит на лекции Шарко и потом записывает у себя где-то в дневнике, что это произвело на него какое-то колоссальное впечатление, что это какое-то действие, чуть ли не магическое. Кстати говоря, Шарко был классным гипнотизером и такой личностью очень харизматической, театральной личностью, поэтому он умело это делал сам, очень хорошо, к тому же на публике. Но и истерички сами тоже на публике все это делают. Однако, на самом деле не все с Шарко так просто. Вот он говорил, что истерия это самостоятельное заболевание, и Фрейд от Шарко переняв все-таки это, он тоже отнесся к истерии как к самостоятельному психическому заболеванию. Сам по себе Шарко не пытался их лечить таким образом, потому что какая разница, ну ты одну парализованную руку вылечишь, но другая будет парализована. Вылечить совсем так не получается. Нужно было что-то другое, и Фрейду для этого другого пришлось залезть в бессознательное, пришлось придумать психоанатекс, найти, что это другое. Например, найти и вскрыть причину какого-то психологического конфликта, раскрыть этот конфликт, и когда он раскрыт, то уже нет необходимости в конверсии. Но это психоанализ, это отдельная история, я пока сейчас хочу все-таки центрироваться на Шарко. Так вот, штука заключается в том, что к Шарко было очень много вопросов, и многие впоследствии многие исследователи задавали вопрос о том, а не было ли все это игрой, не было ли все это неким театром, в котором все было так тщательно срежиссировано. и даже некий врач, который работал в той же клинике уже на рубеже 19-20 веков, Шарко умер в самом конце 19 века, буквально через несколько лет после его смерти некий врач нашел старых пациентов Шарко, и они за небольшую плату продемонстрировали все то же самое, что они демонстрировали на лекции к Шарко. Действительно это было. Так что к Шарко много вопросов. Тем не менее, тем не менее, мы-то с вами вот уже еще сто лет прошло даже больше, мы-то с вами все-таки знаем, что да, мы можем и вызывать определенные состояния, и вызывать анестезию, и лечить некоторые состояния и так далее. Просто скажем так, некий элемент игры и симуляции как ни странно в этом могут присутствовать. Однако это, наверное, не умаляет роли Шарко как ученого, продемонстрировавшего все-таки истинность истерии. не смотря на то, что там что-то могло быть разыгранное. Точно так, как мы знаем, что Ньютон подделывал свои какие-то поддосовывал результаты экспериментов своих для того, чтобы они лучше соответствовали его теориям. Это на самом деле нормально. Так бывает. Это как ни странно, так бывает. Это не умаляет величие Ньютона. Здесь смысл основной заключается вот в чем. Смысл заключается вот в чем. Смотрите, так я сказал. На смену вопроса об истине, фактически вместо вопроса об истине безумие ставит перед психиатрией вопрос о лжи, появляются проблемы симуляции, проблемы истерии. И на самом деле во многом именно трактовка истерии стала ну что ли некой парадигмой впоследствии для психиатрии уже 20 века. То есть во многом по модели отношения к истерии психиатрия 20 века стала выстраиваться. Во многом вот на модели отношения к истерии она выросла. а истерия очень спорная штука. И поэтому вся психиатрия 20 века тоже оказалась несколько спорной. Во многом повторяю, во многом на основе модели истерии. Но сейчас я хочу подчеркнуть очень важную вещь. То, что на самом деле сама проблема истерии, которая естественно требовала какого-то решения, она сыграла какую-то очень важную роль в становлении не классической парадигмы сознания. Вот это принципиально важная вещь. То есть во многом именно из-за того, что возникла проблема истерии, впоследствии возникла неклассическая парадигма сознания. То есть та парадигма сознания, которая сформировалась в самом конце 19-го и начале 20-го века. Неклассическая парадигма сознания. О чем идет речь? Речь идет о том, что в классической парадигме сознания, то есть период до того, классическая парадигма сознания восходит к Декарту, к Канту. В классической парадигме сознания Сознание считается прозрачным для самого себя. Вот это классическое парадигма. То есть ты не можешь не знать того, что у тебя в сознании. Сознание прозрачное для самого себя. Это классика, классическая парадигма. Как говорил, например, Джон Лох, душа не может не знать, что в ней находится. Своих идей, своих содержаний. Сознание прозрачное для самого себя. А вот конец 19-го, начало 20-го века, это поломка этой классической парадигмы сознания. Возникает неклассическая парадигма, и главная ее характеристика, или одна из главных характеристик. Как раз это идея о том, что сознание непрозрачное для самого себя. Что я имею в виду? Что в сознании может нечто происходить, о чем самому сознанию неизвестно. И возникают различные трактовки в рамках этой неклассической парадигмы. Например, психоанализ. Ну, разделение сознания и бессознательного. По сути, это как бы по-старому, это все сознание. Только в сознании обнаружилось бессознательное. То есть то, что мной руководит, но я об этом ничего не знаю. Я думал, что я пришел на лекцию ради чего-то одного, а на самом деле я пришел совсем по каким-то другим мотивам, по каким-то другим причинам. Я могу не знать причин своих поступков, зачем я это делаю. И так далее. Ну, психоаналитическая линия. Есть еще то, что очень важно. Вот другая линия именно в клинической психологии и психиатрии, значимая. Это линия, идущая от Пьера Жанне. Тоже конец 19 века и начало 20. Это теория диссоциации. Жанне немножко раньше, чем Фрейд, сформулировал во многом близкие к психоанализу идей. Теория диссоциации Пьера Жанне. Жанне сформулировал немножко раньше, чем Фрейд, некоторые важные идеи, касающиеся бессознательного. Только он говорил о разных степенях сознания, о разных уровнях сознания. Вот есть ясное сознание, есть сознание не вполне ясное. Он как раз занимался исследованием трансовых состояний. Он занимался исследованием феномена множественной личности еще тогда, в 19 веке. Да, это называлось по-другому, но по сути это было исследование множественной личности. Он выяснял, например, у своих пациенток существование разных субличностей. Вот вводишь в транс, и это уже не Люси-1, а Люси-2, допустим. И у нее в другой характере. Она про Люси-1 что-то другое говорит. Например, можно вызывать ассоциацию. Вот есть такой феномен, автоматическое письмо. Я с тобой беседую об одном, а в это время твоя рука пишет что-то совсем другое. Или другая часть твоей личности, или вообще другая субличность в тебе. Там что-то пишет, отвечает попутно на какие-то другие вопросы. Это диссоциация. То есть расщепление сознания, наличие в нем разных уровней. Не все, не все процессы, не все наши восприятия, ощущения, не все наши, скажем так, элементы или компоненты сознания доходят до степени ясного сознания, до некой точки сборки. Таких точек сборки может быть много, не одна, допустим. И тогда будут множественные личности или какие-то субличности. Но это Жанне. Мы к этому вернемся в свое время, когда будем говорить о проблеме диссоциации и о диссоциативном пространстве. Я пока хочу подчеркнуть, что и теория диссоциации Жанне, и психоанализ Фрейда возникли как раз на рубеже 19-20 веков, во многом в связи с необходимостью решить проблему истерии. Решить проблему истерии можно было показать, что сознание непрозрачное для самого себя. Что старуха может быть объективно здоровой, но в то же время больной, потому что ее сознание как бы диссоциировано, она не чувствует ногу. Не потому что она сама этого хочет, сознательно, по крайней мере, а потому что так устроена ее психика на данный момент. То есть, повторяю, вот сама проблема истерии во многом, требуя некоего решения, привела к тому, что произошла смена парадигмы. Вот, применительно к сознанию, да, классическая парадигма сознания сменяется на неклассическую парадигму сознания. Во многом это было связано с необходимостью решить проблему истерии. Вот так. Ну, на самом деле, это, конечно, далеко не все, что можно сказать по поводу этой проблемы, но, наверное, я сейчас буду уже подходить к концу, у нас остается около пяти минут, да? Вот, самое главное, самое главное, я еще раз подчеркну, что у нас вот должна выстроиться некая такая логическая цепочка, да? Психиатрия зарождается как диспозитив дисциплинарной власти, да? На запрещение вопроса об истине и лечения на уровне борьбы сил, а не на уровне борьбы истины. Появление вопроса о лжи, появление лживых болезней, да? Становление уже современной психиатрии, каких-то парадигм в современной психиатрии по модели истерии. И становление неклассических парадигм сознания, заключающихся в том, что сознание непрозрачное для самого себя. Вот такая логическая цепочка, она должна прослеживаться, да? Вот. И, наверное, закончу я вот на чем. На самом деле, современная психиатрия, она как бы во многом находится в парадоксальной ситуации, поскольку, с одной стороны, уже в XIX веке оказалось, что единственным местом встречи между психиатрией и безумием оказывается тело пациента, это понятно, и отсюда пересиливание, отсюда таблетки, и отсюда сейчас примат биологических подходов к психиатрии во многом. Сейчас, если ты пришел к психиатру, то, скорее всего, он тебя именно таблетками будет лечить, да? И значительно меньшая роль психотерапии, с одной стороны. Вот. С другой стороны, с другой стороны, вот открытие этого феномена непрозрачности сознания, да, в связи с попытками решить проблему истерии, и зарождение психоанализа, и построение психиатрии во многом на модели истерии. И, по сути дела, речь-то здесь идет уже не о теле, не о телесных проблемах, а о душевных проблемах, да, о каких-то психологических проблемах. То есть, психиатрия 20 века оказалась наследником и микрофизики власти, по-пу-по, то есть, все в теле, все с телом, встречаться нужно в теле, и лечить нужно тело, да, такое биологизация. А с другой стороны, она же, другой ногой, да, как бы стоит в неклассической парадигме сознания, она стоит на том, что на самом деле не в теле проблема, а в душе, да, и получается, что на самом деле здесь вот этот внутренний раскол психиатрии существует, и существует до сих пор, естественно, поскольку, как трактовать психические болезни, как телесные или как душевные. До сих пор ни один психиатр четко на этот вопрос ответа дать не сможет. Это болезни мозга, скажет вам один психиатр, другой скажет, что нет, или будет ссылаться на какие-то, например, теории, которые выносят психическую болезнь за пределы мозга и тела и так далее. Вот. Вот так. Наверное, я сейчас вот на этом закончу, поскольку здесь есть еще некоторые важные вещи, которые хотелось бы рассказать, но вот тогда мы перейдем уже к этому в следующий раз. На сегодня все. Спасибо.